В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Качество продуктов и их стоимость в магазинах «Магнит» власти Самары обсудили с руководством федеральной сети. Глава администрации города Олег Фурсов и представители профильных департаментов провели рабочее совещание с директорами Краснодарской компании «Тандер». Супермаркеты «Магнит» в Самаре одни из самых многочисленных. В городе функционируют три гипермаркета, 115 универсамов, 14 отделов «Магнит-косметик». Предприятие является крупным налогоплательщиком и работодателем. Но в последнее время участились жалобы горожан на низкое качество продуктов. В магазинах особенно людей возмущают подгнившие овощи и фрукты. Кроме самого товара, самарцы жалуются на разгрузку и парковку большегрузных машин на тротуарах и во дворах, складирование мусора, отсутствие благоустройства вокруг магазинов, нарушение санитарных норм и правил торговли. Буквально на прошлой неделе мэр Самар Олег Фурсов сам проинспектировал несколько магазинов ритейлера, и жалобы горожан подтвердились. В одном из крупнейших гипермаркетов директор даже не вышла из своего кабинета для разговора. В остальных инспекцию встречали более любезно. После проверки отношение к покупателям стало заметно лучше. Те нюансы, которые мы выявили, они людей очень сильно обижали. Я рад, что ситуация стала меняться в лучшую сторону здесь. Но вместе тем, хотел бы еще раз обратить внимание, мне кажется, поведение конкретного директора магазина «Партизанская», оно, конечно, недопустимо. Я думаю, что вы какие-то выводы будете принимать в отношении руководителя. Мы готовы такой мониторинг проводить совместно с вами, информировать о том, что происходит в вашей сети, если, например, у вас информации недостаточно. Директор по развитию компании «Тантер» Евгений Еремин с мэром согласился. В отношении директора гипермаркета «Ана Партизанская» будут сделаны управленческие выводы. Ситуацию с ассортиментом и в целом с порядком по самарской сети магазинов обещали взять на особый контроль до полного исправления. Но что касается обманутых вкладчиков «Волга» Кредитбанка, проблема сдвинулась с мертвой точки. Об этом пишет в своем твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн. Экс-председатель правления банка Татьяна Ярилкина передала временной администрации кредитного учреждения жесткий диск с дополнительными данными по вкладам. На этом основании прокуратура области обратилась в Ленинский районный суд с требованием внести изменения в реестр обязательств банка, учитывая новые данные. Сейчас в агентстве страхования вкладов находится реестр, переданный сотрудниками банка ранее, но он содержит неверные сведения. Как поясняет Александр Хинштейн, без изменения реестра вкладчики не получат полного возмещения по вкладам. Уверен, пишет депутат, что, учитывая социальный аспект, суд рассмотрит иск максимально быстро. Кроме того, по словам парламентария, прокуратура будет добиваться привлечения к уголовной ответственности бывшего председателя правления ВКБ Татьяны Ярилкиной и бенефициаров банка. Ну а банки с хорошей историей поддержат государство. Правительство страны планирует выделить 20 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Банки, в свою очередь, обещают ставку снизить. Предложение по реанимации ипотечного кредитования чиновники и банкиры высказывали на инвестиционно-строительном форуме в Москве. Практически все сходятся во мнении, если не оказать поддержку, строительный рынок может в скором времени рухнуть. Ларис Шалафаст выясняла, как обстоит ситуация с ипотечным кредитованием в Самаре. Каждая третья квартира в стране куплена в ипотеку. Бум на покупку жилья в кредит пришелся на вторую половину 2014 года. Причем люди старались приобрести новостройки или жилье эконом-класса. Также в конце декабря начали снижаться цены на частные дома. Такие данные приводят представители банковской сферы региона. И у нас этот тренд сохранился. И в январе у нас выдача достаточно крупная сумма. Если средний чек у нас полтора миллиона, то в январе этот средний чек составил порядка пяти миллионов. С начала 2015 года оформлять ипотеку на покупку жилья самарцы стали меньше. Предложений на рынке жилья хватает. Но получить деньги не так-то просто. Практически все банки региона ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Первоначальный износ составляет порядка 30% от стоимости. Раньше достаточно было унести 20%. Выросли процентные ставки. Сейчас они начинаются от 14,5%. При оформлении ипотеки также важен уровень зарплаты и даже место работы человека. Мы все научены кризисом 2008 года. Мы все научены тем, что были там массовые какие-то сокращения работников. И, соответственно, была просрочка, которая вызвана этими причинами. Поэтому в нашем банке андерайтинг сейчас в том числе рассматривает отрасли, где у нас работает потенциальный наш заемщик. Пока в сложившейся экономической ситуации выдавать ипотечные кредиты банкам невыгодно. Впрочем, делать прогнозы они не берутся. При поддержке правительства страны ситуация должна измениться. На субсидирование процентной ставки регионам планируется выделить 20 миллиардов рублей. Государство намерено сохранить темпы строительства. В прошлом году в стране построено более 80 миллионов квадратных метров жилья. Но такие показатели вышли впервые с советских времен. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов. События. А вот кто получит право управлять многоквартирными домами, в том числе и новостройками, определит лицензионная комиссия. Сейчас ее начинает формировать Госжилинспекция Самарской области. В состав комиссии войдут депутаты Губдумы и местных парламентов, представители Госжилинспекции, других органов исполнительной власти губернии, администрации муниципалитетов, общественных советов, торгово-промышленной палаты. Им предстоит определить, какие управляющие компании получат лицензии. Без этого документа организации не смогут работать уже с 1 мая. А пока Госжилинспекция будет формировать состав лицензионной комиссии, главы муниципалитетов должны будут провести анализы и оценку удовлетворенности граждан к качествам услуг каждой управляющей компании. Тем временем, как сообщается в блоге муниципального предприятия «Благоустройство», коммунальные службы Самары продолжают работать в круглосуточном режиме. Днем на уборке улиц областной столицы было задействовано более 100 спецмашин и порядка 300 человек. Работы по очистке города от снега и льда ведутся во всех районах. Сотрудники коммунальных служб приводят в порядок тротуары, обрабатывают противогололедным реагентом, на некоторых улицах расширяют проезжую часть. На заводском шоссе Алма-Атинской идет аварийный ямочный ремонт, на Самарской и Ленинградской обрезают деревья. Работают в сфере благоустройства в том числе и мигранты, но чтобы получить право жить и трудиться в Самаре сначала нужно сдать экзамен. Русский язык, история, основы российского законодательства. В Самарском миграционном центре начался сбор документов. Теперь свои знания иностранные граждане могут подтвердить на новой экзаменационной площадке. Узнать среди Менделеева, Пушкина и Чайковского великого русского поэта XIX века для Андрея Монтяну труда не составило. В Россию гражданин Молдовы приехал на прошлой неделе. Право жить и работать на новой родине Андрей получит только после сдачи экзамена. В успехе будущий россиянин не сомневается. Я был на консультации, то есть готовился, мне рассказали, как будет проходить вся процедура, то есть повторил немного историю России и, в принципе, готов полностью к будущему тесту. Самарский миграционный центр на улице Фрунзе открылся почти полгода назад. За это время сотрудники приняли около ста человек. Граждане Молдовы для России редкость. В основном приезжают выходцы из азиатских стран. Чтобы сдать экзамен, мигрантам нужно иметь на руках все необходимые документы. Получить их помогают сотрудники миграционного центра. Трудовой мигрант, пришедший в наш центр, может сегодня сделать перевод паспорта в течение одного дня. Также он может здесь получить полис ДМС. Также мы ему подскажем, где пройти медицинское освидетельствование. И после этого мы его записываем на экзамен. И в течение 10 дней после проведения экзамена он получает свидетельство о его сдаче. Оценивать знания иностранных граждан будут люди, прошедшие специальное обучение в Российском университете дружбы народов. Первый экзамен в городском миграционном центре пройдет уже 21 февраля. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Кроме того, чтобы получить патент, с этого года мигрантам также нужно обязательно пройти медобследование. Сегодня эпидемиологическая обстановка в регионе на особом контроле. Количество заболевших у РВИ увеличивается. Правда, случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзор в Самарской области Нина Сергеева. Тем не менее, острые респираторные заболевания превысили показания нормы на 23% по Самаре. На карантин полностью закрыты 12 школ и 4 детских сада, частично 60 школ и 23 дошкольных учреждения. Но в целом по области заболеваемость у РВИ снизилась почти на 100 тысяч случаев по сравнению с прошлым годом. Иммунизируется примерно 36,5% уже два года подряд. 36,5% населения – это хороший высокий показатель, который дает коллективный иммунитет, предотвращающий слишком массовое распространение этой инфекции среди населения. Почему у нас и заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом примерно вот такой имеет рисунок. А если вспомнить лет 15 назад, если сейчас 566 тысяч заболело в 2014 году, то у нас количество заболевших достигало 900 тысяч, даже до миллиона. Почти 100 человек в Самаре привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время проведения футбольных матчей в прошлом году. Количество нарушителей выросло, по оценке специалистов, с момента вступления в силу закона о болельщиках, согласно которому их ответственность увеличилась, а правила пребывания на стадионе ужесточились. Об обеспечении безопасности во время проведения спортивных матчей в этом году шла речь на заседании антитеррористической комиссии. Футбол в Самаре больше, чем футбол, уверяют спортсмены. Они в ответе за интересную и захватывающую игру на поле. На плечи полицейских ложится задача сделать этот футбол еще и безопасным на трибунах. В прошлом году футбольные матчи на стадионе «Металлург» в Самаре посетили более 100 тысяч болельщиков. Безопасность обеспечивали порядка 13 тысяч полицейских, военнослужащих и сотрудников ЧОПов. В этом году совместными усилиями уровень безопасности планируют повысить. Особое внимание, конечно же, мы будем уделять работе среди болельщиков футбольного клуба, особенно среди несовершеннолетних, организовывать профилактическую работу по недопущению совершения противоправных действий перед началом, в период и после проведения футбольных матчей. В этом сражам порядка поможет и техническое оснащение. На стадионе «Металлург» увеличилось количество металлодетекторов и камер видеонаблюдения, которые охватывают всю территорию стадиона. Безопасность должна быть на высоком уровне, говорят специалисты. В 2018 году, во время проведения чемпионата мира по футболу, «Металлург» будет использоваться как тренировочное поле. Согласно действующим правилам, на стадион по-прежнему запрещается проносить любой предмет, который впоследствии, возможно, будет использован в качестве оружия. Например, пиротехническое изделие, которых в прошлом году изъяли порядка десяти. Тому, кто захочет пронести на стадион напиток, придется ограничиться тарой в пол-литра. При этом напиток должен быть безалкогольным. В противном случае нарушителя отправят в наркологический кабинет, который по инициативе руководства футбольного клуба «Крылья Советов» теперь будет работать на самом стадионе. Врач-нарколог дежурит каждый матч и проводит непосредственно на стадионе задержанных полицией. Чтобы им не возить за два километра на свидетельствование, это несколько их разгружает. В прошлом году во время проведения спортивных матчей были оштрафованы почти сто нарушителей порядка. Штраф составляет от трех до десяти тысяч рублей. Также по решению суда нарушителю могут запретить посещать все спортивные мероприятия в любом регионе России на срок от полугода до трех лет. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Более половины всех изъятых наркотических веществ в Самарской области заслуга сотрудников госнаркоконтроля. За минувший год работники ведомства завели более сотни уголовных дел. В результате спецоперации изъято десятки килограммов синтетических наркотиков. Поставай оттуда. Стол отодвигай вам и на стол складывай. На стол? Да. Да. Подожди. В погоне за легким кайфом самарские студенты попали в руки сотрудников госнаркоконтроля. В конце прошлого года у неудавшихся дилеров изъяли более 20 килограммов синтетических веществ. Уголовное дело, по иронии судьбы, стало для горе-продавцов новогодним подарком. Его завели 1 января. Еще четырьмя месяцами ранее, в августе 2014-го, в регионе завершилась операция «Восточный экспресс». 18 килограммов синтетики изъяли у граждан, прежде не привлекавшихся к уголовной ответственности. По словам работников наркоконтроля, дело уже в этом году передадут в суд. Сотрудники ведомства считают, под контролем нужно держать все каналы, особенно почтовые отправления и интернет. Фантазии у наркодилеров богатые. Переправляют вещества даже в детских книжках. У нас в этом году было уже изъято 18 фактов изъятия синтетических наркотиков. Из них два вида синтетических наркотиков на территории Самарской области были изъяты впервые. Остановить распространение губительных веществ помогают жители региона. Граждане звонят по телефону горячей линии, оставляют обращение на сайте службы по контролю за оборотом наркотиков. 30% сообщения о возможных местах распространения пагубного зелья или подозрительных интернет-ресурсах подтверждается. Сотрудники ведомства сообщают, как правило, многие из них уже в разработке. Проводим работу. Просто она же не может вот так за три дня мы взяли ликвидировать, да? Это же не порыв трубы. Уже определенные мероприятия, они иногда длятся малое количество времени, месяца-два. За минувший год работники областного наркоконтроля изъяли почти 200 килограммов опасных веществ. Всего же до потенциальных покупателей не дошло более 300 килограммов зелья. Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События. К новостям культуры. Открыть дополнительные танцевальные площадки для пенсионеров во всех районах города поручил глава администрации Самара Олег Фурсов департаментом культуры и социальной поддержки. Сейчас вечера танцев проходят только во Дворце ветеранов. Но единственная площадка едва вмещает всех желающих. На дискотеку как на бал. На танцы для тех, кому за 60, Жанна Тормосина приходит два раза в месяц. К выходу в свет готовится заранее. Подбирает наряд, делает прическу и макияж. Здесь, уверяет, можно не только потанцевать и пообщаться с друзьями, но и получить заряд позитивных эмоций. Это праздник моей души. Это праздник для меня, для моей души, для движения. Мне не нужно аэробика или еще что-то. Когда играет музыка, для меня это зарядка и физическая, и душевная. Зал Дворца ветеранов едва вмещает всех желающих. Дискотеки для пенсионеров проходят бесплатно. Здесь каждый найдет для себя репертуар по душе. Для тех, кто любит живую музыку, играет муниципальный духовой оркестр. Для любителей современной музыки два раза в месяц проходят дискотеки. Для желающих обучиться танцам действуют ансамбли «Волжаночка» и «Сеньора». У каждого мероприятия, у каждого направления есть свои зрители. И это очень приятно. Причем, что те, кто приходят на духовой оркестр, они не приходят на танцы, на дискотеку. Потому что разные интересы. И мы стараемся всем помочь. В следующий раз закружиться в танцы под музыку духового оркестра всех желающих приглашают в городской дворец ветеранов 19 февраля. Лариса Шалафас, Станислав Левин. События. Когда обезьяна решила нарисовать на скале рисунок, она стала человеком. А когда человек из камня создал фигуру, он стал скульптором. В этом уверен герой нашего следующего сюжета. Рельефы и скульптуры из дерева он создает с 70-х годов прошлого века. Работ накопилось несколько десятков. Мариана Мирная познакомилась с деревянным искусством. Взять большой кусок дерева, подержать его в руках, проникнуться его теплом и понять, кем или чем она хочет быть. Тогда уж браться за пилу, стамеску и ножи. Ли повяз береза красное дерево. Из каждой породы получается что-то свое, неповторимое. Как, например, горельеф, вырезанный по мотивам картины Рублева. Дерево имеет свою энергетику. И когда отсечешь все лишнее, энергетика удваивается, усиливается. Особенно вот это можно судить по иконе Святой Троицы. Вы знаете, она прошла всю Германию, с севера на юг, в Бонне, в Берлине, в Кельне. Немцы визжали от восторга. Они толпами собирались, они шли на эту икону. Мне предлагали какие-то бешеные деньги, я не отдал. Эта икона должна остаться в России, и она останется. Фигуры животных, предметы декора, лица людей, кропотливо проработанные детали. На картинах и в скульптурах автора можно увидеть не только цвет и форму, но и содержание. Каждая из них наполнена глубочайшим смыслом – переживаниями самого скульптора. Автор скульптуры утверждает, что дерево живое и говорящее. С помощью него можно рассказать о любви и ненависти, добре и зле, и, конечно, рассуждать на философские темы. Но о чем молчит Сальвадор Дали, пока для всех остается загадкой. Несмотря на большую популярность своих работ и спрос на них, Владислав Александров уверен, что продавать свое творчество нельзя без крайней необходимости. Иначе муза искусства может отвернуться от мастера. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Треть ищущих работу граждан России выразили желание привязать свой уровень дохода к курсу доллара или евро. Почти половина соискателей не хотят зависеть от валютных колебаний. Граждане, чей доход зависит от курсов валют, в настоящий момент составляют 2% работающих. Респонденты, пожелавшие привязать зарплату к валютному курсу, объяснили это тем, что доллар уже никогда не будет стоить 6 рублей, 12 рублей или даже 30 рублей. Главное, чтобы цены были не как в Белоруссии, в миллионах. Уровень просроченной задолженности по кредитам в январе увеличился на 1%, до 16,58%. Это самые высокие темпы роста просрочки за последние два года. В Бюро кредитных историй напоминают, что предыдущий резкий скачок просрочки был зафиксирован в марте 2014 года. Тогда за месяц она выросла на 0,84%. Быстрее всего просрочка росла в сегменте необеспеченных кредитов. Уровень роста просроченной задолженности по займам наличными достиг 18,5%. По кредиткам – 15%. До 10,9% увеличились темпы просрочки по автокредитам, до 3,48% – про ипотеки. В целом объем просроченной задолженности составил 775 миллиардов рублей. Кто-то удивился? Я нет. В 2014 году Таиланд рассчитывает на увеличение турпотока из России. В прошлом году российский рынок продемонстрировал определенный спад. Таиланд посетили 1,6 млн российских туристов, что на 8,17% меньше, чем в предыдущий год. В этом году Таиланд намерен увеличить доходы от российского направления на 14% и увеличить туристический поток на 9% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что для Таиланда российское направление является вторым по доходности после китайского. Ну, буддисты, они вообще оптимисты. Российский фондовый рынок открылся в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до 1793 пунктов. Среди лидеров роста – Татнефть, Лукойл, Новотек, Фармстандарт и Роснефть. Лидеры падения – РДР «Русала» и «Эмвидео». Рост на российском рынке происходит на фоне позитивных ожиданий итогов встречи глав России, Украины, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры в Минске продолжаются уже более 14 часов. Курс доллара на 12 февраля – 66 рублей 5 копеек. Курс евро – 74 рубля 73 копейки. Золото стоит 2623 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 68 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 56 долларов 71 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Красные крылья проиграли Калеву в баскетбольной лиге. Прыгуны и бегуны Самары – лучшие в стране. Самарские дзюдоисты завоевали внушительный комплект наград на открытом первенстве Самарской области. В Чапаевске прошло 10-е открытое первенство Самарской области под дзюдо памяти тренера Сергея Кечина. За медали боролись более 4 спортсменов. На счету самарцев 8 наград золотой чеканки. Отличились на соревнованиях с чемпионскими поединками и борцы из Елабуги, Сызрани, Оренбурга, Алексеевки, Петра Дубравы и Чапаевска. Самарские легкоатлеты выиграли 3 медали юниорского первенства России «Спортсменам нет» и 20 лет. В тройном прыжке Денис Аберташев занял третье место – 15 метров 26 сантиметров. Серебро у Павла Маркина он улетел на 19 сантиметров дальше. Еще одну бронзу на шиповках принесла Анна Серова, пробежав полтора километра за 4,5 минуты. Баскетболисты Красных Крыльев в Самаре проиграли матч Единой Лиге эстонскому Калеву, хотя первую четверть на нервах они выиграли с разницей в 2 очка. Однако второй отрезок времени красные закончили в роли догоняющих с таким же результатом. В третьем периоде удача была на стороне хозяев паркета, но в концовке нервы у Крыльев сдали и игра перешла в овертайм, где более мастеровитыми оказались эстонцы – 75-65 в пользу Калева. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Продолжение следует...